Добрый день, меня зовут Петер Хольм. Я из Норвегии. Сейчас я нахожусь в России в Екатеринбурге, потому что являюсь членом оргкомитета Первого Всемирного Конгресса людей с инвалидностью. Он состоится в Екатеринбурге в сентябре этого года. Почему я участвую в организации Конгресса? Это важно, так как ситуация в сфере помощи людям с инвалидностью, особенно людям с ментальными отклонениями, в настоящий момент не такая, какой она должна бы быть. Примерно 160 или 170 стран мира ратифицировали Конвенцию ООН о правах инвалидов, но они должным образом не соблюдаются. С этим необходимо что-то делать. Я бы хотел поспособствовать изменениям в этом направлении, так как для меня это очень важно. Я думаю, что Норвегия и Россия сильно отличаются друг от друга. Здесь, в России, кажется, что люди уже лучше начинают осознавать необходимость реальных перемен. В то время, как в Норвегии процесс интеграции людей с инвалидностью в общество начался около 50 лет назад. Хотя я должен добавить, что в России существует множество благотворительных организаций, работающих в этом направлении. Они представляют активное гражданское общество и оказывают неоценимую помощь. При этом государство стало участвовать в решении проблем относительно недавно. Я также хотел бы отметить, что в России и в том числе в Свердловской области до сих пор существуют закрытые психоневрологические учреждения, где проходят лечение тысячи людей. Все подобные учреждения были закрыты в Норвегии 30-40 лет назад, а пациенты переселены в собственные небольшие квартиры, расположенные в их родной местности. Именно там они проходят лечение и получают необходимые социальные услуги. Если говорить о том, как норвежцы воспринимают жителей России, то прежде всего нужно сказать, что это восприятие позитивное, так как у нас совместная история. Мы соседи, граничим на севере. Россия помогала освобождать северные территории Норвегии в конце Второй мировой войны в 1945 году. У меня, кстати, есть личные воспоминания о том времени. Я помню, как вскоре после войны на улицах моего родного города, Осло, скопилась большая толпа людей. Они радостно приветствовали проезжающие мимо большие автомобили. Как мне сказали, в автомобилях были советские солдаты, освобожденные из немецких тюрем. Помню, какая была прекрасная атмосфера. С другой стороны, норвежцы имеют довольно общее представление о России. Мы знаем о русских не так уж много, потому что редко контактируем с ними. Хотя мы, конечно, знаем несколько рассказов о героях русских народных сказок. И, конечно, мы знаем великих русских писателей 19 века. В Норвегии хорошо известны Достоевский, Толстой и многие другие. Я, например, перечитал всего Достоевского, когда мне было 19 лет. Этот писатель произвел на меня большое впечатление, так как в своих книгах он поднимает серьезные вопросы морального выбора. Всю жизнь меня волнуют эти вопросы. Можно сказать, что экзистенциальные проблемы интересуют меня с детства. Я отношусь с глубоким уважением к истории и особой судьбе России. Взять, к примеру, тот факт, что в России в течение долгого времени проводился коммунистический эксперимент, который затем прервался, и в стране попытались создать новое общество. Это действительно довольно необычно и интересно. Если говорить о моих впечатлениях от Екатеринбурга, то по сравнению с норвежскими городами он очень необычный. Российское общество заметно отличается от норвежского. Будь то здания, музыка или люди. Особенно женщины. Женщины в России необычайно красивы, я думаю, потому, что здесь перемешаны различные национальности. Плюс меня поразило количество хорошо образованных женщин. Еще хочу отметить, что люди здесь более общительные. С ними легче найти общий язык даже с незнакомыми. Их действиями чаще руководят чувства. Они берегут семейные ценности, любят петь и слушать музыку, в том числе народную. Я очень люблю покупать сухофрукты и орехи на местном рынке. У вас они более высокого качества, чем те, что можно найти в Европе. Наверное, потому, что они поступают на прилавки прямо с юга и не теряют своей свежести и вкуса. Еще я очень люблю свежие овощи. Они тоже очень качественные и вкусные. У меня сложилось впечатление, что здесь можно найти намного больше натуральных продуктов, чем в Европе, где в основном продают обработанные продукты.